Максим, ритейл – живой организм, который растет, который меняется. Вы в ритейле давно, с 2003 года, если не ошибаюсь. Фокус проблем, который вам приходится решать, как человека, который связан с правовой поддержкой, за это время как-то сместился, изменился? Все течет, все меняется. И если первое десятилетие моего опыта в ритейле можно было охарактеризовать как время создания, формирования крупных игроков, то сейчас все крупные игроки нацелены на создание будущего. То есть невозможно сегодня быть просто продавцом. Надо обязательно анализировать потребности клиента, надо обязательно искать возможности дать клиенту что-то большее, чем дают другие конкуренты. Потому что ритейл последние годы очень высококонкурентный рынок. И несмотря на то, что крупных игроков можно посчитать на пальцах двух рук, например, федеральных игроков, конкуренция между ними очень жесткая. И малейшие ошибки как в операционной деятельности, так и в правовой сфере, так и в отношениях с поставщиками ведут к необратимым последствиям. Мы теряем лояльность, мы теряем доходность, мы теряем свое имя и свое заработанное, так сказать. Но, как я понимаю, вы занимаетесь в том числе разрешением спорных ситуаций как раз между ритейлером и поставщиком в том числе. Вот из-за чего чаще всего они возникают? Из-за недопонимания, из-за неумения донести свою позицию. Иногда из-за нежелания слушать и слышать партнера. В конфликтной ситуации никогда нет выигравшего или проигравшего. Проигрывают обе стороны. И если поставщик, например, теряет часть своего оборота, часть своих продаж, то ритейлер тоже теряет определенные возможности. Возможности быть более инновационным. Возможности иметь какой-то более уникальный продукт. Возможности развить партнера. За все эти годы, особенно после 2012 года, когда был создан Кодекс забросовестных практик, и сектор поставщиков, и сектор торговли прошел просто невероятный эволюционный путь от полного антагонизма, от полного неприятия позиции друг друга к возможности вести спокойный, неэмоциональный и результативный диалог. Конфликты есть и всегда будут. Это двигается вперед, и это движение сопряжено с определенными рисками, и в том числе с рисками возникновения конфликта. Задача как корпорации в целом, как компании в целом, так и менеджмента всех уровней научиться понимать, что без эффективного инструмента выхода из конфликтных ситуаций невозможно сохранить свои позиции, невозможно добиться какого-то результата, в том числе экономического. Мы не можем без поставщиков, поставщики не могут без товаропроводящей сети. Я так понимаю, что одна из основных составляющих вашей работы это согласительная комиссия. В том числе. Можно пару слов о ней, и особенно интересно узнать какие-то кейсы из жизни, которые удалось решить при помощи согласительной комиссии. Согласительная комиссия достаточно новый инструмент, и на сегодняшний день мы зарегистрировали 58 обращений. Все они рассмотрены согласительной комиссией. У нас два бонуса от того, что эта согласительная комиссия есть. Первое, мы узнаем о точках, потенциальных точках конфликта, которые могут быть не только между конкретным поставщиком и нами, а вообще между нами и отраслью. Мы выявляем проблемы во внутренних нормативных документах, мы выявляем проблемы технического характера в IT-системах. Большинство из этих кейсов возникло из-за того, что стороны не смогли понять друг друга. Один из кейсов заключался в том, что были выставлены штрафы по поставке промо-продукции. И только после полутора месяцев разбирательства в этой согласительной комиссии мы поняли, что две стороны понимают слово промо-акция по-разному. Говорили вроде бы об одном и том же, называли одно и то же слово, но понимали под этим совершенно разные вещи. Вот смотрите, вы как представитель сети. Вот есть ли какой-то алгоритм или, ну скажем так, совет для поставщиков, как в какой-то спорной ситуации, как из нее выйти с наименьшими физическими и моральными потерями? Что нужно делать? Путь достаточно простой и призываю поставщиков поверить в него. Потому что первое, что поставщик должен сделать, это постараться корректно и понятно объяснить суть проблемы своему визави. Если по каким-то причинам понимание не получается, то мы открыты к диалогу на более высоких уровнях. В случае, если это не получилось или каким-то образом там недоступны контакты, ну невозможно найти, к кому обратиться, всегда есть инструменты, которые опубликованы на портале поставщика, на официальном сайте x5.ru, куда можно написать свое обращение. И чем подробнее оно будет, чем больше в нем будет деталей, тем быстрее и эффективнее мы в нем разберемся. Согласительная комиссия – это инструмент, независимый от коммерческой дирекции. Коммерческая дирекция для согласительной комиссии – такой же источник информации, как и обращение поставщика. Наша задача не добиться какого-то экономического результата в конкретной ситуации конфликтной, а наша задача – достичь какого-то положительного эффекта в долгосрочной перспективе. А это не только конкретный размер штрафа, системность взаимодействия с x5, это правильность внутренних систем и имиджесоставляющих группы. Вот если говорить о привлечении инструментов, у вас есть такой инструмент, также опыт работы, как медиация. Почему вы его выбрали? Расскажите, пожалуйста, какой был опыт и какие дальнейшие планы по отношению к этому подходу? Медиация очень интересный и, как мне кажется, необоснованно недооцененный инструмент. Закон о медиации существует с 2010 года, но большого распространения почему-то этот инструмент не получил не только в сфере торговой, а вообще в целом в бизнесе. При этом, работая в рамках согласительной комиссии, мы увидели, что у нас, как у сотрудников x5, все равно есть какое-то ощущение, что ты разбираешь спор свой с контрагентом. И для того, чтобы попробовать отстраниться, найти посредника, найти человека, который поможет сторонам найти общий язык. Как я сказал, основная проблема заключается в неумении либо объяснить, либо неумении слушать. И вот медиатор, профессиональный медиатор, грамотный медиатор – это лицо, которое помогает двум сторонам объясниться и услышать. Тут еще срабатывает такой психологический эффект. Все-таки медиатор – человек абсолютно независимый. И, наверное, результат медиации, по ощущениям для обеих сторон, выходящих из конфликта путем медиации, будет, наверное, более справедливым, более разумным и более приемлемым с точки зрения личного восприятия. Если говорить про время пандемии, то она как-то повлияла на количество споров с поставщиками? Наверное, нет. В согласительную комиссию, как мне кажется, опять недооцененно, мало приходит кейсов. Мы думаем, что если бы этим инструментом пользовались намного чаще, у нас было бы больше информации для проработки внутренних регламентов, для проработки внутренних технических и IT-систем, в том числе и каких-то корректировки поведенческих вещей в рамках нашего менеджмента и сотрудников. Пандемия в какой-то момент сплотила отрасль поставщиков и торговых сетей, и возникла необходимость быстрого обмена информацией и быстрого разрешения конфликтов. Возможно, это убрало часть каких-то таких типовых вопросов, которые возникали раньше достаточно часто. Но жизнь течет, жизнь меняется, возникают какие-то новые системные вопросы, которые мы тоже сейчас слышим и пытаемся изменить и исправить. Остается надеяться, что все-таки уроки пандемии в том числе как-то повлияют на работу с поставщиками, и они прислушаются уже к мнению сети и будут больше доверять тем инструментам, которые вы предлагаете, чтобы решать эти вопросы. Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что совместное прохождение вот этого этапа пандемии дало значимые уроки как для поставщиков, так и для торговой сети. И вот эти инструменты эффективного, быстрого взаимодействия и разрешения проблемных вопросов и конфликтов в угоду в конечном счете потребителя сыграют свою роль в будущем. Будем надеяться. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо.